Развитие зеленых зон, пригородных территорий, организация культурного и семейного досуга – основные векторы направления программы. Кстати, зеленый свет предвыборной программе дали сами горожане. Была сформирована комиссия, она достаточно большая была. В ней приняли участие много экспертов, разных профессий люди. Ну, достаточно такая она была серьезная, спорили, дебатировали. Если говорить о цифрах, то более 15 тысяч жителей краевой столицы внесли свои предложения в программу, в том числе и многодетная мама Елена Акимова. Тоже вносила свои изменения, предложения свои, чтобы больше уделялось семьям с детьми, так как сама знание по наслышке, как это нам тяжело поднимать ребятишек, чтобы больше уделялось внимание, услышалось сегодня свое. Предложения, ну, что взяли за основу, доработали. Спасибо. В числе разработчиков программы также почетные жители города – строители, врачи, руководители оборонных предприятий, архитекторы, а также заслуженные деятели искусств. Я человек искусства, я многодетная мама, я, поверьте, действительно всем сердцем люблю наш с вами город. Город, в котором с каждым годом для наших детей представляется все больше и больше возможностей для развития. А для взрослых людей создаются условия для самореализации. Итог командной работы партийцев, экспертов и горожан – дорожная карта для депутатов фракции «Единая Россия» на ближайшую пятилетку. Касается это работы и общественного транспорта, и создания транспортной схемы города Барнаула. И мы с вами говорим о ветхом аварийном жилье, мы с вами говорим о создании зеленых зон. Те проблемы, о которых нам говорили барнаульцы, они и были положены в основу формирования этой программы. Положения народной программы, которую принимали горожане, будут опубликованы в ближайшее время. Напомним, на выборы в Барнаульскую гордуму заявились и другие партии. «Новые люди», «КПРФ», «Справедливая Россия за правду», «ЛТПР», «Зеленый», «Родина», «Партия пенсионеров» и «Коммунисты России». Валентина Аскерова, «День с толком».